Уйдут политические деятели, уйдут какие-то, понимаете, невзгоды, уйдут очень многие люди, которые, кажется, сегодня без них жить невозможно. Но братья Кличко останутся в веках, как спортсмены, которые сумели достичь самых высоких вершин. Давайте их поприветствуем и поблагодарим. Ну и поздравим Владимира с его победой, победой, которая, мне кажется, заслуженная победа, уникальная победа. И я хотел бы и отрицать редакции, и от всех извиниться за техническую ошибку, задержку, которая сегодня произошла. Но это уже от авиации зависит. К сожалению, братья Кличко ни от нас не зависят. Итак, пожалуйста, первое слово. Уважаемые дамы и господа, мы были неоднократно здесь. И Павел Александровичу мы обещали, когда-нибудь приедем, привезем все пояса чемпионов мира. Сегодня вы видите все пояса чемпионов мира, стоят перед вами. И хочу представить вам и передать слово абсолютному чемпиону мира. Я очень рад. Мой брат Владимир Кличко. О таком представлении даже не мечтал, когда мы были на пресс-конференции несколько лет назад здесь, в МК. Павел Николаевич, спасибо большое за такое представление, за гостеприимство. Мы сколько раз не бывали в Москве. Мы встречались здесь с вами, встречались с журналистами. А через вас, через масс-медиа у нас была возможность пообщаться с нашими российскими болельщиками. И я хочу тоже представить моего брата Виталия, чемпиона, поверь, всегда в ОБС. Поэтому с Виталием мы действительно в одной спайке, в одной команде. Хотя это не командный вид спорта, а очень даже индивидуальный вид спорта. Но все-таки мы пытались, у нас была общая мечта, объединить все титулы, которые существуют вообще в боксе. Они сегодня представлены здесь, в МК, как было обещано. Мы рады этому факту. И, конечно же, еще после самого поединка я еще не совсем осознал, что же все-таки произошло. Что титулов больше не существует и спортсменов больше не существует. И больше никто не путается, кто чемпион мира, потому что по какой версии ответ один, фамилия одна. Я помню, задавали вопрос, а какая из версий более престижная, какой из чемпионов сильнее, какой слабее. Поэтому практически я не знаю больше никого, кроме своего брата, кто владеет чемпионским титулом. Ну, этот вопрос задавали нам очень часто, когда же мы все-таки встретимся с друг другом. Даже после того, когда соперники были исчерпаны, скажем, или сейчас они уже исчерпаны, с чемпионскими титулами. Желаний у нас с друг другом сейчас в ринге не было, не будет. Поскольку прекрасно иметь друга, прекрасно иметь брата, а также и партнера. Хоть и, как я уже сказал, не в командном виде спорта, а партнера, с которым мы доминируем тяжелый дивизион в боксе. И это приносит, я думаю, как и Виталию, так и мне огромное удовольствие. Несмотря на это, конкуренция не спит. Несмотря на это, очень большое количество спортсменов, молодых спортсменов, талантливых, которые еще не проиграли ни одного поединка, который находится в первой десятке или в пятнадцати первых спортсменов, которые хотят стать чемпионами, точно так же, как и мы мечтали, стать. И они тренируются, они готовятся. У Виталия будет следующий поединок в сентябре месяце. Я думаю, что Виталий более подробнее расскажет. Я еще пока не определился, кто будет моим следующим соперником, но продолжение следует. И также место, где будет проходить поединок. Продолжение следует. Я бы с огромным удовольствием сидел бы на месте брата сегодня и рассказывал о прошедшем поединке 2 сентября. Я колоссально рад, что Владимир выиграл этот бой. И немножко завидую ему. Завидую, потому что второй числа против Дэвида Хея боксировал Володя. Это было самое большое противостояние от двух братьев, когда младший не хотел уступать старшему. И мы все-таки соревновались, кто же будет боксировать против Дэвида Хея. Но Дэвид Хей сам разрешил наш спор, выбрав себе соперника. Ну, Владимир дал ему... Послабее. Я думаю, что ему повезло. Я думаю, что ему повезло. Что не ты с ним встретился. Да помню. Как всегда в сказках сначала с моим младшим братом. И сегодня я очень рад, что это победа Владимира. На самом деле победа на двоих. Я колоссально рад, что Владимир сегодня, я всегда об этом говорил, является сильнейшим спортсменом, атлетом планеты. И на сегодняшний день дан четкий ответ. И спортсмен, который вел себя довольно-таки некорректно, поставлено место, как говорит Володя, опущен на землю. Потому что он взлетел и уже земли под ногами не чувствовал в своих неоднократных оскорблениях в отношении любых соперников, неуважении. Думаю, что Владимир поднес хороший урок. Ну и я думаю, что мы сможем дополнительно ответить на многие вопросы, которые есть у журналистов. Еще хотел сказать одну короткую вещь. Мы сегодня находимся в Москве и хотим поблагодарить всех тех людей, кто без усталости летает на поединки. Тех, кто смотрит телевизионные трансляции, тех, кто держит кулаки, огромное вам спасибо. И как благодарность в этих поясах есть частичка вашей энергии, вашего желания. И огромное спасибо вам за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Мы вас очень любим и стараемся приносить вам хорошие эмоции и, естественно, хорошее настроение после боев. Спасибо большое. Это одна из причин, почему мы находимся здесь. Я присоединяюсь к словам брата. Это действительно так. И я также рад тому факту, что мы с Италием представители тогда еще советской школы бокса. Назовем так, что в последнее время также было много чемпионов мира, выходцами из постсоветских республик. И мы рады тому факту, что все-таки представители, скажем так, славянской школы бокса, советской школы бокса, все-таки овладели всеми титулами. И поэтому мы еще раз, я хотел бы сказать также представительству Италии словам, спасибо вам большое за ту поддержку на протяжении этих многих длинных лет. А их было целых 15 в профессиональном боксе до того момента, когда мы заевали эти титулы. Спасибо. Ну что, теперь, пожалуйста, вопросы. У кого какие есть вопросы? Так, пожалуйста. Михаил Трофимович, компания «НТОЛ Плюс». У меня вопрос к Владимиру. Дэвид Хэй перед боем говорил, что этот поединок станет, скорее всего, последним в его карьере. Когда он проиграл, он не раз не просит реванша. Вы предоставляете ему такую возможность? И второй вопрос. У нас вчера стало известно, что наш Александр Поветкин проведет титульный бой против Пуслана Чигаева. Вот в комментариях на этот бой победитель у вас ответственность обязательно президентом. О реванше с Дэвид Хэем. Этот же вопрос был задан на пресс-конференции после поединка. Обычно после поединка сам спортсмен желает этого реванша. Последний вопрос от журналиста. И я спросил Дэвида Хэй, тут же перевел вопрос дальше к Дэвида Хэю. Спросил Дэвид, ты хочешь ли ты реванша? После чего Дэвид Хэй, задумавшись, может быть, да, конечно, было бы неплохо. Но как такого желания я не увидел, хотя спустя несколько дней он очень часто высказывался об этом. И на протяжении последних двух с половиной лет, с того момента, когда вообще я услышал о Дэвида Хэй, было очень много дискуссий о самом поединке. Я думаю, что сам процесс переговорный с Дэвидом Хэй будет также нелегкий, поскольку тут же вклинился его менеджер и сказал, что никаких кабальных так называемых контрактов мы подписывать не будем. Это будет абсолютно на том же уровне. И, в общем говоря, комментариев было очень много, которые я пока не готов конкретно принять решение, прокомментировать, что я буду делать в следующем своем поединке. Будет реванш против Дэвида Хэя, будет это Александр Поветкин или же Руслан Чагаев или еще кто-то. В течение последующих трех-четырех недель я определюсь с местом проведения и также соперника. Спасибо, пожалуйста. Какие еще вопросы? Еще раз? Да, пожалуйста. Так, спасибо. Вы хотите это на английском? Или на русском? Вкратце, я тогда скажу, что мы абсолютные чемпионы, и не важно, сколько билетов есть, или других билетов. У нас есть суперчемпионов, и другие, интерим-чемпионов. Нужно было приехать в Москву, чтобы отвечать на английском. Спасибо. Так, пожалуйста. Нужно было приехать в Москву, чтобы отвечать на английском. Как вы думаете о футболе-боксинге и о будущем? Это футболе? Да, это футболе. Да, футболе. Футболе-футболе... Вы знаете, что это? Немного не знает футболе. Многие хотят увидеть, что сегодня будет. Но никто не знает. Это футболе очень интересно. Но сегодня мы сделаем следующий день. А что с хвоей? Мой следующий бой будет в септембер 10, против очень тяжелый противник. Влодинский бой будет в несколько недель. Мы знаем про противника и место, где мы будем бороться. Это в будущем. Давайте посмотрим. Мы очень оптимистичны в будущем. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Спасибо. Здравствуйте, у меня три вопроса. Нет, потому что есть много народа. Давайте по одному. Первый вопрос Владимиру. Скажите, пожалуйста, как вам нравится такой способ размещения ваших поисков? Как вы думаете, вы можете уже пора придумать какую-нибудь специальную констанцию, какое-нибудь слово специальное для поясов? Как бы вы хотели что-нибудь? Мы их будем держать. Хорошая идея. Над этим нужно будет подумать. Поэтому я бы хотел сказать следующее, что помимо самих чемпионских поединков и также поясов, есть люди, которые эти поясы выносят. Я рад тому факту, что помимо самого спорта, также была и благотворительность в этом поединке против Дэйв Дэйя. Поскольку один человек, который выносил один из моих поясов, был представитель... Была девушка. Чего обычно или до этого в моей команде не было. Девушку звали Марина Суркис, которая на гала-вечере фонда братьев Кличко в ноябре месяце прошлого года выиграла лот. И приз этого лота был выносить в униформе братьев Кличко чемпионский пояс. И было заплачено очень много денег, которые поступили, а конкретно полмиллиона долларов, которые поступили в организацию, в фонд. И эти деньги направлены уже на помощь детям, которые нуждаются как в образовании, так и в спорте. То есть я правильно понимаю, что это женские маникены, да? Я подумаю, что с этим делал. Но я думаю, что как опцион, как опцион такого права выноса мне очень понравилось. Все-таки я рад тому факту, что также благотворительность была частью этого вечера, 2 июля. Хорошо, последний вопрос, второй. Сейчас, наверное, в случае того видеоролика, который вы, я не знаю, сами и сами смонтировали после поединка с Дэвидом Джейем. Да. Скажите, вот в тот момент монтажа в вашей голове не проносилось выяснить, что, может быть, не стоит этого делать? То есть все-таки передачи не бьют? Может, я не жалую вас покупать? Я думаю, что я ответил на многие вопросы на разных языках этим видеороликом. Благодаря коммуникации по всему миру можно через YouTube или через страницу Facebook или нашу страницу братья Печко. Я сделал заключительный вывод все, что произошло перед поединком, в течение поединка и также после поединка. Я думаю, что ответил на многие вопросы, которые могли бы выйти или поступить ко мне. Я не жалею, это была моя личная инициатива и я абсолютно этим доволен.